К нам присоединяется Сергей Давидис, руководитель независимого правозащитного проекта «Поддержка политзаключенных мемориал». Сергей, здравствуйте. 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 Хотим обсудить с вами несколько кейсов нововведений, так называемых, карательно-репрессивной машины. Один из них – это дело журналистки Антонины Фаворской. 29 марта, ее отправили в СИЗО до 29 мая, якобы, из-за связи с Фондом борьбы с коррупцией. Якобы она размещала там свои материалы, хотя она просто освещала судовые процессы над Алексеем Навальным. Напомним, что в БК в России признаны экстремистской организацией, теперь Фаворской грозит 12 лет тюрьмы. Что это, вот это вот дело этой журналистки? Это месть всем, кто работал с Навальным, Навальному, покойному уже, давление на остатки независимой журналистики в Российской Федерации или просто система понакатанная, идет без разбора? Тут есть элементы всего, что вы упомянули. С одной стороны, никуда не девается задача, которую власти перед собой ставят, подавление всего связан с организациями Алексея Навального. Алексея они убили, но его имя, его личность, они по-прежнему играют большую роль в российской общественной жизни, в российской оппозиционной политике. И давлять все, что объединяется вокруг этого имени, конечно, власть считает своей задачей. И дел, связанных с обвинениями в участии в экстремистских сообществах, экстремистских организациях, так называемых, вокруг Алексея Навального, их много. И дело Ольги Комлевой практически одновременно в Башкирии, возбужденной в Ушкортостане, и дело Фаворской, они как бы не первые совсем в этой череде. То есть это продолжение той политики, которая была. Но да, действительно, вот сейчас в первую очередь, поскольку публичный активизм фактически уже невозможен, и тех, кто его каким-то образом проявлял в большой степени, уже привлекли к уголовной ответственности, то да, вот сейчас именно тех, кто освещал какие-то общественные процессы и был при этом, возможно, связан так-то со структурами Алексея Навального, преследуют. Но это, к сожалению, тоже не что-то новое. Журналистов уже преследовали, просто сейчас, да, это стало большим приоритетом для власти. 29 марта на суде над Фаворской пристав запретил с ней здороваться, аплодировать и показывать сердечко из пальцев, потому что это тайный знак экстремистского сообщества. Вот как выглядит этот тайный знак экстремистского сообщества. Вы знаете, Сергей, за время своего существования человечество придумало множество занимательных комбинаций с пальцев, не все из них мы можем показать в эфире. Ну, например, если бы те люди, которые поддерживают Фаворскую, либо сама Фаворская, показывала бы в суде, ну вот там, не знаю, поднятый вверх большой палец. Это что, получается, что все подписчики одноклассников, которые ставят вот эти вот так называемые классы под постами, в том числе и о том, какой Путин красавчик, могли бы отправиться, ну, чуть ли не на нары? Да нет, ну, тут все-таки, конечно, это просто частное высказывание конкретного пристава, который хотел обеспечить в зоне своей ответственности полное спокойствие. Понятно, что он не является субъектом. Это не инициатива, не тем более законодательство, мало ли что он говорит. То есть это скорее просто отражает общую тенденцию к запретительству всего и вся, которая, тем не менее, конечно, применяется избирательно. То есть всегда кому-то можно, а кому-то нельзя. Если прежнему привлекают людей к ответственности за то, что они называют войну войной, тех людей, которые выступают против войны, то какой-нибудь Песков или Медведев, да и много кто еще, кто называет эту войну войной в целях ее поддержки, они, естественно, никакой ответственности не привлекаются. Так и тут. То есть, конечно же, никакого решения о запрете сердечек нет, просто готовность. Любые аргументы оказываются уже мыслимыми в борьбе за кладбищенское спокойствие. Еще несколько новостей. Это взятые с сайта ОВД-Инфо. Четыре года колонии школьнику по делу о госизмене. Шесть лет колонии гимназисту за поджог военкомата. Это люди там 17-18 лет. При этом так называемые герои СВО, вернувшиеся с войны, убили уже по меньшей мере 58 мирных россиян. Возможно, это риторический вопрос. Но на тех ли сегодня направлено правосудие в Российской Федерации? Ну, вопрос действительно риторический. Хотя, конечно, те так называемые герои СВО, которые совершают убийство, они тоже, естественно, попадают в тюрьму. Другое дело, что сама возможность многих профессиональных, фактически, преступников совершить новые убийства связаны с тем, что приоритеты государства в рессе внешней, а не в заботе о безопасности своих граждан. И, конечно, если бы не это, то и не Кевин Лик, не Егор Балазейкин тоже бы не попали за решетку. Потому что их предстоитование непосредственно связано с антивоенной позицией. Так что, к сожалению, тут тоже особо нового ничего нет. И еще одна статистика. За первое полугодие 2023 года в Российской Федерации не вынесли ни одного приговора по статье, карающей запытки. Ну, говорить о том, что полиция и сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний не превышают своих полномочий, не приходится. Но можем ли мы говорить в связи с этой статистикой, что у этих ребят руки окончательно развязаны? Ну, такие о пытках, именно о пытках в Российском уголовном кодексе вовсе нет. То есть планируется ввести, но пока нет. Есть превышение полномочий, которые преследуют тех людей, которые уличены в пытках, которые в них обвиняются. Сами по себе приговоры в отношении сотрудников правоохранительных органов за пытки дело исключительно редкое. Но такое бывает, когда они привлекают себе слишком большое внимание, когда они повлекли неприятные для власти последствия, часто привлекают к ответственности тех сотрудников, пытки и явное превышение полномочий со стороны которых, повлекли какие-нибудь восстания, бунты в колониях, привлекают к ответственности и заключенных, которые участвовали в волнениях, но привлекают к ответственности те, кто пытал. Это так редко, что случается, тем не менее, что судить о конкретном эпизоде невозможно, но понятно, что свобода нарушения закона для сотрудников правоохранительных органов, конечно, стала гораздо шире. И пытки стали гораздо более распространенными. Это не в связи с той статистикой, которую вы привели, она сама по себе вообще мало о чем говорит. Это просто тот факт, который наблюдается при анализе тех уголовных дел, которые попадают в сферу внимания правозащитников. Тут просто же есть последний пример, когда подозреваемого в теракте в Крокусе, вот прям на видео ему отрезают ухо, заставляют его съесть. При этом Маргарита Симоньян потом рассказывает, что мы не Норвегия, и людей, которые это сделали, этих полицейских, кто-нибудь там, следователи, правоохранители, их не нужно наказывать, потому что, мол, человек совершил такой страшный действительно теракт. Вот как это, для чего это в обществе теперь поднимается, обсуждается и публично говорят о том, что, ну, в принципе, все нормально отрезать человеку ухо на видео и заставить его съесть? — Достоверно судить, насколько целенаправленным было решение вот это публично транслировать мы не можем, но сам факт того, что это показывают по телевизору, и это же не было единичным явлением. Это там еще и пыльки током показывали, и показывали в клетке одного задержанного с остальными пакетами на шее. То есть в этот раз насилие применительно к обвиняемым было, очевидно, публичным, незаконное насилие. Было ли это специально для того, чтобы ввести новую норму, судить сложно. Скорее, мне кажется, власти хотели подемонстрировать, пропустив теракт, жестокость своего ответа, как бы сказать, реабилитироваться каким-то образом частично. Это очень стандартная практика для российской власти. Но фактически они, да, ясным образом, желая или не желая того, подали сигнал о том, что пытки стали некой новой нормой. То, что они носили массовый характер, мы прекрасно знаем. Это, в первую очередь, к сожалению, касается украинских военнопленных, гражданских заложников. Но и россиян, обвиняемых в разного рода преступлениях, регулярно подвергают пыткам тоже. Но до сих пор государство старалось это скрывать, отрицало это. Тут фактически вот этот вот секрет Полишинеля тёк наружу и был продемонстрирован миром. Мы вспомнили в нашем разговоре задержанных по подозрению в теракте в Крокус-Сити-Холле. В российских, в том числе прокремлёвских телеграм-каналах появилась информация о том, что якобы всех этих задержанных в подозрении в теракте собираются судить, так сказать, на аутсорсе в Беларуси, потому как в Беларуси разрешена смертная казнь. Что скажете об этом? Могут ли так поступить кремлёвские власти? Или у них не могут? А почему? Я думаю, что это, конечно, абсурдная идея. То есть, ну, разного рода кремлёвские пропагандисты соревнуются в том, кто более застоковую глупость скажет мне, кто проявит себя большим людоедом. В рамках этого соревнования кто-то, по-моему, Мария Бутина предложила и это. Но, во-первых, российские колонии представляют собой гораздо более пугающее явление, чем смертная казнь, на мой взгляд, да и на взгляд, я думаю, многих других. С другой стороны, так или иначе, людей, которые из религиозных соображений, что теракты пугают смертной казнь, вообще довольно глупо. И, в-третьих, чисто технически, ну, режим, который демонстрирует, пытается показать себя так или иначе, как защитника стабильности, борца с преступниками, отдать преследование преступников, убивших граждан России куда-то в Беларусь, совершенно немыслимо, не говоря о том, что никаких юридических оснований для этого нет и нет никакого особенного смысла в том, чтобы нарушать нормы закона и получить непонятный результат. Нет, я думаю, что это, в общем, совершенно абсурдная идея, которая не имеет перспективы. Возвращаясь к теме политзаключенных, есть ли статистика, сколько сегодня людей пребывают в застенках российских тюрем по политическим статьям? И кто чаще всего становится объектами вот этого преследования по политическим мотивам? Ну, только политическим статьям, наверное, было бы неправильно ограничивать, потому что есть ведь куча дел, в которых людей обвиняют в хулиганстве, в терроризме и во многих других преступлениях, которые, в принципе, могут существовать и реально существуют, но при этом обвинения неправомерны в отношении конкретных людей, политически мотивированы, незаконны, поэтому скорее смысленно говорить о совокупности тех, кто лишён свободы, незаконны и по политическим мотивам. Вот таких людей в наших списках мемориала порядка 700, но это оценка снизу, потому что мы включаем в эти списки на основании изучения материалов дела, а это всё-таки не быстро происходит и не сразу материалы дела бывают доступны. В списках коллег из ОВД-Инфо, которые вот как раз скорее по категориальным признакам считают, порядка 1100 человек, лишённых свободы по политическим мотивам. Но и то, и другое, это, конечно, неполные совершенно цифры, потому что они не включают, например, 100 человек, которые обвиняются в госизмене, шпионаже и конфиденциальном сотрудничестве с иностранными организациями, это было секретно, никто их, соответственно, проанализировать не может. Они не включают большинство из тех людей, как тысяч людей, которые осуждены за каст в той или иной форме участвовать в боевых действиях против Украины. Тем более туда не попадают на данный момент большинство украинских военнопленных, которые недопустимыми, невозможными неправедными судами оккупированных территорий ДНР, ЛНР или России, а осуждены по обвинению в военных преступлениях. Эти суды совершенно непрозрачны и, по сути, многие из этих военнопленных, конечно же, являются политзаключёнными. И уж тем более в это количество не попадают те гражданские заложники, потищенные из Украины, которые, по сути, конечно, являются политзаключёнными. Они не обвиняются ни в каком преступлении. Вопреки не только международному праву, но и российскому закону лишены свободы по очевидному политическому мотиву. Поэтому точное количество оценить, конечно, выхлазнительно. А инструменты, к сожалению, всё те же. Обвинения в терроризме, в оправдании терроризма. Вот новое дело против Александровского. Очень характерный пример высказывания о Крымском мосту. Это госизмена, это возбуждение ненависти и вражды, призывах к экстремистской деятельности. Но вот новация – это то, с чего мы начали. Обвинение журналиста за журналистскую деятельность непосредственно в участии в экстремистском сообществе. И другая новация – это уголовные дела по обвинению в участии в экстремистском сообществе, ЛГБТ так называемый. То есть трёх человек в Оренбурге уже взяли под стражу по обвинению в участии в несуществующей международной организации. Сергей, спасибо вам большое, что присоединились. Сергей Давидис, руководитель независимого правозащитного проекта «Поддержка политзаключённых. Мемориал» говорили о репрессивно-карательной машине Кремля, как она закручивает гайки и как сажает за решётку всех неугодных. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.